Здравствуйте! Меня зовут Артём Дорученко и я первый трансформационный тренер и коуч здорового образа жизни. И сегодня я вам расскажу о правильном питании для похудения и вообще здоровом образе жизни, что такое правильно питаться. В интернете очень ходит много-много версий о том, как надо правильно питаться, заубные слова, много всяких терминов, непонятные какие-то фразы. Сегодня я вам расскажу, как это делать просто, что надо кушать на каждый приём пищи. Всё будет довольно-таки просто, без всяких сложных слов. Очень всё по-нашему, по-русскому языку, по-простому, по-народному. Итак, пять раз питание – это самая идеальная норма для правильного питания. Из чего же он состоит? Завтрак, перекус, обед, перекус, ужин. Всё очень просто. Итак, давайте рассмотрим, что же надо кушать на завтрак, перекус, обед, перекус, ужин, чтобы держать свою фигуру в хорошем состоянии, чтобы у вас снижался вес и чтобы он больше никогда не подымался. Итак, в первую очередь завтрак. Это завтрак – это самый важный, наверное, приём пищи именно днём. Почему? Потому что вы набираетесь много энергии. А энергии – это у нас углеводы. То есть, в первую половину именно в завтрак вы кушаете углеводы. Что это может быть? Самое первое, что я вам посоветую – это каши. Какие именно? Не очень имеет значения, но лучше всего овсянка и гречка. Это самое простое. В них вы можете даже добавлять разновидные продукты, для того, чтобы вам было более приятно их кушать. Но каша в первую очередь, потому что нам нужна энергия. Это углевод. Перекус. Это самый такой простой перекус, который может быть. Не очень много ограничений. Всё очень просто. Это фрукты, кисломолочка плюс овощи. Это самый простой перекус. Здесь вы можете позволить себе очень многое. И советую фрукты, кисломолочки и овощи чередовать. Не каждый день не делать фрукты, как некоторые это делают. Потому что фрукты – это всё-таки быстрый углевод. И он повышает уровень сахара очень быстро, что означает отложение жиров. Итак, обед. Обед должен быть полноценным. И всегда придерживайтесь закона одной тарелки. Или вы кушаете первое, или вы кушаете второе. Но я советую больше уделять внимание второму. И поэтому на обед всё очень просто. Вы делаете гарнир из овощей, плюс мясо, плюс рыба. К рыбе также добавляются морепродукты, к мясу добавляется это всё. Говядина, телятина, ну, свинина поменьше, потому что это самое такое жирное с бараниной мясо. Птицу можно добавлять. То есть это всё к виду мяса я отношу. Теперь перекус. Но обед должен быть обязательно. Теперь перекус. Перекус вот здесь, который между обедом и ужином, он самый-самый такой противный. Потому что на нём можно только кисломолочку, плюс овощи. Почему? Потому что уже перевалило у нас за вторую половину дня. То есть это уже более где-то 3-4 часа вечера. И нам после этого, после 3-4 часов дня, нежелательно кушать углеводы вообще. То есть вы должны уделить внимание вечером только белкам и только клетчатке, например. И жиром. Можно, но жиры должны быть только ненасыщены. Итак, кисломолочка и овощи. Самый простой перекус. И теперь ужин. Ужин, чем легче, тем лучше. Естественно, самое лёгкое это овощи. Самое лёгкое это овощи. Можно добавить немножечко рыбки или морепродуктов. Это будет самое лёгкое. Также можно добавить ещё курицу, напишу. Но это в самом таком крайнем случае. Потому что более будет тяжело. Ужин должен быть самый-самый лёгенький. Потому что в этот момент организм готовится к отходу ко сну. Ему не надо препятствовать не давать тяжёлую пищу, чтобы он не уделял внимание, то есть не откалывал энергию на её переваривание. А уделял внимание именно на сжигание жиров и поддерживание вашего организма. Итак, это самое простое. Что вам надо запомнить? Главные правила в питании, в правильном питании. Это на утро вы кушаете углеводы, больше всего каши, медленные углеводы, которые полезны, не поднимают быстрый уровень сахара в крови. На перекус первый кушайте фрукты, кисломолочку и овощи в любом практически количестве. На обед это гарнир из овощей плюс мясо рыба. Перекус это кисломолочка и овощи. И ужин, овощи, рыба, морепродукты и курица. И ещё один момент, пейте всегда во всей, то есть если так добавят, то здесь должна быть у вас везде вода в течение дня. Абсолютно везде. Чем больше вы пьёте воды, тем легче вам это всё усвоить, и чтобы вымылось в организм, у вас жиры, лишний холестерин и всё-всё-всё в гадость. Итак, это был урок правильного питания. Всё очень просто. Придерживайтесь вот такого графика и вы увидите, как ваша фигура начнёт изменяться. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет ещё очень много интересного. Ну и не забывайте просто поставить вот такой вот маленький нравится. С вами был Артём Дорученко. Всем пока, увидимся на следующих видео.